Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня у нас будет очень полезный выпуск для тех, кто собирается отдохнуть в деревне Пай на севере Таиланда и не знает, какой отель выбрать. Мы сегодня расскажем вам про отель, который называется Йома или как-то так, я не сильна в английском. На букинге он есть, можно забронировать через сервис Booking, через сервис Агода, там будут промоушены. На ресепшене мы сами бронировали через ресепшен, чуть подороже получается, чем на букинге. Если у вас на букинге есть какие-то бонусы и вы ранее бронировали что-то на этом сервисе. Мы выбирали сначала на букинге этот отель, но почему-то фото мне показались чуть похуже, чем этот отель в реальности. В реальности просто вот мы здесь уже одну ночь поночевали, это супер вообще, мне очень понравился этот отель. Сейчас более подробно покажем территорию, номер, расскажем про завтраки и так далее. Посмотрите, на входе здесь есть парковка, если вы снимете какое-то транспортное средство, байк-машину, можно спокойно сюда припарковать. Есть велосипеды, которые можно взять покататься. Такая обширная территория и заходим в зону ресепшена и завтраков. Красивый достаточно ресепшен, весь персонал хорошо разговаривает на английском языке. Все, выполнены в таком стиле, не знаю какой это стиль, но достаточно красиво. Посмотрите, здесь есть зонтики от солнца и вот, собственно, столики, где проходят завтраки. Сейчас более подробно мы о них расскажем. Время 8 утра, на улице офигительно комфортная погода, то есть на улице всего 25, по-моему, градусов. И мы пришли на завтрак, он проходит на ресепшене. Давайте покажу сейчас, что здесь есть, что можно покушать. Начинается все с того, что вы можете выбрать себе соки, воду. Дальше здесь у нас идет рисовая каша. Смотрим, здесь макароны какие-то. Это что у нас? Фрайк чикен, курица, картошечка, сосиски, гребушек в яйце запеченной и яички. Еще яйца, есть фрукты разного рода, овощи. Дальше мы с вами идем. Как обычно, тосты, джем, маффины разного рода. Если хотите, такие сухие завтраки можно поесть. Финики, чай, чай, кофе и разные остальные вкусняшки. Сейчас мы что-нибудь наберем и вам покажем. Машку, встречайте наш завтрак. Так, что мы взяли? Что взял я? Сыр, сосиски, бекон какой-то, яичницу. Это хлеб, жареный в яйца. И томатную пасту. Поджарили хлебушек, взяли для него масло. Я взял себе еще сок и кофе. Лена взяла немножко фруктов и какой-то панкейк. И она себе сделала более такой завтрак правильный. Половина клетчатки, чуть-чуть белка. Ну, это колбаса. Далее пойдемте посмотрим территорию. Если здесь смотреть сверху, посмотрите. Во-первых, какой вид шикарный. Здесь нет никаких лишних строений. Горы. Но сейчас небольшая дымка, а так, в принципе, зелень. Горы, поля. Номера представлены вот такими двухэтажными строениями. На первом и втором этаже номера. Отдельно стоящие домики. И небольшие номера, которые сняли мы. Стоимость номеров варьируется от где-то 700 бат до 1200. За номер, я так полагаю, что 1200 это отдельно стоящие домики. Зеленая территория. Здесь тишина, спокойствие. И несмотря на то, что рядом проходит дорога, и сейчас как бы слышны звуки машин. Но поскольку это небольшая деревня, транспорта здесь немного. И поэтому это ничего не омрачает. Мы пришли в зону бассейна. Посмотрите, бассейн выходит тоже такой вид у него на зеленое поле. Достаточное количество лежаков с большими удобными матрасами. Полотенца. Все предоставляется. Бассейн всегда практически находится под солнцем. То есть здесь теплая вода прогретая. И также есть зонтики. Но вот сейчас солнце светит, получается, с той стороны. И зонтики не спасают ситуацию. Но ближе к полудню будет все хорошо. В данном отеле также есть несколько фотозон достаточно красивых. Например, вот такой мостик. Вечером здесь все освещается красиво. Можно гулять, любоваться. Вот таким шикарным видом. Я не перестаю об этом говорить. Потому что прожив в Паттайе, не хватает вот этой зелени, природы. Очень круто. И большой плюс данного отеля состоит в том, что где бы вам не попался номер в зоне, где мы живем, отдельный домик или в двухэтажном строении, все номера выходят сюда. То есть нет номеров на противоположную сторону. Там какие-то строения стоят, еще что-то. То есть в любом случае вам достанется номер с красивым видом. А теперь пойдемте посмотрим, как обстоят дела в номере. Номер небольшой, квадратов, наверное, 25, может быть так, на входе. Здесь есть рабочая зона, что очень важно, допустим, для некоторых людей. Стол, стол большой, чайник. Здесь есть холодильник. В холодильнике у нас каждый день две бутылочки воды. Также чай, кофе. Ну, кофе почему-то сегодня не положили, но ладно. Телевизор, большая кровать, в целом достаточно удобная. Две прикроватные тумбы со светильниками. Потолочный вентилятор есть. И он как будто бы даже, мне кажется, лучше, чем кондиционер работает. Единственное, что немного шумно, если спать. Но, допустим, в высокий сезон, когда здесь прохладно, здесь вторые ставни, дверцы такие, там москитная сетка. И я думаю, что можно открыть ставни и ночью вообще спать со свежим воздухом. Ну, это где-то может быть в декабре, в январе. Далее у нас идет шкаф с сейфом. И, напоминаю, отель за 1000 бат. Есть халаты даже. Также там полотенце для бассейна. И за такими ставнями у нас находится санузел. Здесь в таком стиле лофт, бетонные стены. Посмотрите, как мило. Запасная туалетная бумага в мешочке сделана. Полотенца маленькие, большие. Раковина. Душ. Душевая с хорошим напором воды. Ну, здесь есть фен и средства гигиены. Зубная щетка, паста, ушные палочки и так далее. Стоимость такого номера у нас вышла на месте в 1000 бат. Я думаю, что если на букинге бронировать, то там может быть за две ночи будет 1700. То есть там может быть бат 800 стоит такой номер. Включены завтраки. Мы уже их вам показали. В целом я вообще на все 100 довольна этим отелем. Могу его смело рекомендовать. Находится он недалеко от центральной улицы. Ну, здесь, поскольку деревенька небольшая, идти, ну, может быть, пять минут до Волкин-стрит. До 7-11 также примерно. Персонал дружелюбный. Территория зеленая, красивая, спокойно здесь. Номера хорошие. Завтраки вкусные, расположение отличное. Так что, если вам было полезно это видео, если вы здесь забронируете номер, обязательно пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok